Законно ограничивать права курильщиков в России начали еще в 2013 году. В список мест, где запрещалось курить, сначала попали детские площадки, учебные заведения, больницы, магазины и стадионы. В 2014 к ним добавились поезда и самолеты, вокзалы и аэропорты, гостиницы и рестораны. К нарушителям закона стали применять штрафные санкции. С начала 2017 года на территории Республики Бурятия составлено 1725 протоколов по статье 6.24 Кодеса Российской Федерации об административных правонарушениях. За нарушение, установленное федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Теперь и на свежем воздухе курить будет можно не везде. Нововведения улан-уденцы воспринимают по-разному. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что правительство с 14 октября вводит полный запрет курения на улицах? Я только за это. А почему? Потому что сам не курю. Мне не нравятся курящие люди, мне не нравится табачный дым. То есть вы поддерживаете инициативу? Конечно, я понимаю, что это, наверное, невозможно. Глупость. А почему? Мы уже видели и антитабачные компании, и антиалкогольные. Делайте вывод сами, чем они закончились. Надо бороться за здоровье нашей нации, и все-таки, чтобы подрастающее поколение от этой вредной привычки отходило. Ну просто, когда вводятся такие законы и альтернативы, необходимо что-то предлагать взамен. Если нельзя будет курить на улице, тогда где можно будет курить? А курить на улице можно будет лишь там, где появится знак «Место для курения». По новому закону, места для курения должны соответствовать гигиеническим нормативам и санитарным правилам. В изолированных помещениях, в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на пассажирских судах, в курилках должен быть огнетушитель и система вентиляции. Оснащать место для курения обяжут собственников помещений. Алексей Унагаев, Жаргал Церендашиев. Новости дня.